Не, ну что это такое? Ну почему, когда я начинаю записывать какой-то ролик постоянно на провинции ночью, ну вот просто, ну, блин, что это такое? Ну что, ребята, я снова всех приветствую, мы в связи с Флоди, находимся на провинции, это третий сервер, и сегодня у нас недообзор на самую дешёвую иномарку на провинции, Чиро... Шевроле Лац... Блять, Шевроле Лацетти. А почему именно недообзор? Ну, потому что, ребята, во-первых, я так захотел заснять про эту машину, вот такой вот недообзор. В общем-то, эта машина не моя, сразу же говорю, мне её предоставил Андрей Вагнер, спасибо ему огромное. Короче, ребята, сегодня у нас будет недообзор на вот это вот корыто, ну реально, ребята, это корыто, просто другими словами, я вот эту вот тачечку, тачечку, корыто не назову. И, ребята, если вам вообще понравится вот эта вот рубрика с недообзорами каких-то тачек, то, ну, каких-то таких дешманских, корыто, ну, короче, которые вообще не пользуются популярностью на провинции, которые по характеристикам вообще полное говно, то давайте под этим роликом наберём 70 лайков, ребята, я думаю, то, что мы реально сможем, смогём. Вот, и, ребята, я сниму какую-то вторую часть про какую-то, такую недообзор, что ли, обзор. Как видите, ребята, этот оперский лачете у меня сломанный, да, потому что это недообзор, это корыто вообще, вообще я на него потратил последнее время около 50 тысяч на ремонт. Кстати, вы сейчас можете наблюдать очень интересные моменты, которые у меня были с ним вот прямо сейчас. И, ребята, эта тачка, это просто, это конкурент. Это конкурент какому-то ГЛСу, это конкурент Бугатти Широну, эта тачка, это конкурент Мерседесу Е212, Е63. Так, короче, ребята, что вообще я могу сказать по поводу данного авто? Это авто у меня стоит, значит, на стейджах БС, давайте я вам сейчас даже это покажу. Как мы видим, базовый и скорость, но это не моя тачка, как бы, как видите, вот у кого она здесь была. Какой-то Санчес, Санчес, Андрей Вагнер, Рустам Елисеев, Андрей Вагнер, Диага Лисов, Андрей Вагнер. Боже, это, ребята, какой-то трэш, у кого эта тачка только не была, и это просто. Вот, но конкретно сейчас это у нас владелец Андрей Вагнер. Ну, в принципе, что, я больше ничего не могу сказать, короче, значит, ребята. Вот эта тачка, это просто какой-то пипец. Это у нас передняя приводная машина, которая вообще не едет, даже на таких вот стейджах, база, скорость. И я представляю, как она вообще едет с токи, и это просто, ребята, какой-то трэш. Вот, посмотрите, что тут под капотом. Под капотом у нас V8 B16 Turbo. Под капотом у нас какой-то движок, честно, не знаю, что это за движок. Не разбираюсь очень сильно в двигателях. Дальше, багажник. Ну, багажник как багажник, в принципе, ничего интересного. Салон. Ну, салон у нас, в принципе, как салон, типа, спидометр работает, подсветочка тоже все работает, руль крутится. А по поводу детализации его, ну, такой, типа, среднячок, не могу ничего сказать. Как бы, не прям уж лучше, ну, все-таки, не прям уж такое вот говно. Дальше, ребята, давайте, что ли, поедем сейчас на гоночный трек, протестируем эту машину вообще, как бы, full stock. И вот, вообще, она будет у нас в full stock, и тут сейчас будет тестироваться. Chevrolet Lachete. Давайте, берем вот это вот корыто. В принципе, вот по внешнему, ну, блин, иномарка, иномарка. Типа, переднеприводная машина. Если вы захотите, допустим, на остановочке, там, перед какими-то девчонками, там, пошлифовать задними шинами, то у вас это не получится сделать, потому что это у нас переднеприводное авто. И даже передним приводом, ну, вы не сможете такого взять, потому что, ну, потому что, потому. Так, начинаем, короче, разгон тестировать. И, ребята, я думаю, вы уже видите то, что разгон. Это пиздец. Вот, смотрите, вот сколько сейчас у нас будет секунд от нуля до сотки. С 11 секунд. Ну, вы понимаете то, что эта тачка, она нифига не едет. Она просто, это такое корыто, это такое говно, ну, блин, это капец. А в эту рубрику не до обзор будут попадать именно такие вот тачки, если вы, конечно, наберете 70 лайков, ребят, ни на что не намекаю. Ну, короче, это просто полный трешак, максимальная скорость 184 км в час. И лично, как для новичка, она стоит там около 300 тысяч вроде. Новичку я не могу посоветовать эту машину, потому что оно полное говно. Ну, машина, естественно. Вот, серьезно, вот эта вот машина, это полный кал. Ну, короче, лучше, мне кажется, даже взять какую-то такую тачку дешевую, ну, то есть из, там, допустим, из ваза. Вот, реально, мне кажется, лучше ее даже взять, чем вот это вот говно. Ну, именно на стейджах какую-то ладу взять, допустим, там, семерку, или там еще что-то, чем вот это вот говно. Ну, да, это практически это самая дешевая иномарка. Даже давайте сейчас зайдем на провинцинфо. Так, мы зашли на провинцинфо, теперь давайте, что ли, посмотрим, как, что вообще можно взять за вот эти вот бабки, сколько стоит эта вот шевроле лошей. Можно взять приору, вот народную приору, даже токи вам удобрит эту приору. Можно взять вот этот вот волчок, это, да, это у нас волчок, ребята, до сотки за 9.40 разгоняется, понимаете? И он едет больше, чем вот это вот говно, ну, реально, вот это вот говно. Можно взять Peugeot, ребята, Peugeot за 310 тысяч. Ну, то есть, не доплачивать 5 тысяч, и у вас получится очень офигенная тачка. И это реально, ребята, я вам отвечаю, Peugeot это лучшая машина для новичка, мне кажется. Типа, ей 239 километров в час, разгоняется за 8 секунд, если на Сейджах, то еще быстрее, ребят. Допустим, даже базу какую-то пихнуть, это уже будет очень хороший такой, хорошая такая машина. Что дальше можно взять? Ну, в принципе, за такую цену больше ты ничего не возьмешь. Может быть, конечно, ты возьмешь Passat. Он даже, ну, он даже едет быстрее, типа, разгоняется до 100, едет он 198 километров в час. Стоит он 35 тысяч, то есть на 200 тысяч плюс-минус разница, ну, понимаете? Что еще можно взять? Семерку, ну, семерка это такое, это уже такой советский автопром. Ну, допустим, ту же самую семерку можно взять на Сейджах каких-то. Либо же вот пятнашку, где она здесь? Не пятнашку, а вот четырку, допустим. Ну, это я как пример привожу. Хотя они едут, конечно, помедленнее, но все равно, ребята, это будет, по крайней мере, получше, чем вот эта вот корыта. И почему эта корыта? Ну, просто, ребят, взгляните, оно не управляется. Оно вообще не разгоняется. Я, честно, вот я сейчас еду, я не чувствую эту машину. Медленно едет, то, что, ну, капец, ребята, я не чувствую просто это авто. Ну, я не понимаю, какой будет вообще идиот брать это авто. Ну, кроме моего друга Андрея Вагнера, как? То есть, ну, и таких тачек у нас в провинции достаточно много, которые вот стоят достаточно много, а едут они нихера. Давайте даже вот возьмем, к примеру, Lada Granta. Она едет, ну, на 183 км в час и стоит на 45 тысяч дороже. Ну, на 45 тысяч дороже, ну, понимаете? Логан так же самое, ребят. Даже лучше взять вот эту вот Гранту, чем Логан, то есть, ну, понимаете? Хотя они по факту, ну, ничем не отличаются. Ну, как, внешка отличается и чуть-чуть там характеристиками, но объем бака, разгон до сотки тоже, ребят, ну, той же самой. Вот эта тачка, она чисто для рофла какого-то. Ну, вот реально, не более. Вы не сможете на этой тачке ездить на повседнев, там, на работу, там еще что-то покататься, потаксовать. Нет, ребята, это просто такой кал. Вот, серьезно, я вам отвечаю, то, что не берите никогда в жизни эту машину, вы реально пожалеете. Также, ребята, можете написать в комментариях, какую тачку вы хотите видеть в второй части недообзора, которую нужно, хотите вы точнее видеть на этой рубрике. Поэтому, ребята, пишем комментарии, набираем 70 лайков, я иду снимать для вас продолжение этой рубрики. Что, в принципе, еще я могу сказать про это авто? А вот, собственно, ничего, потому что оно очень скучное. Ну, короче, ребята, в принципе, все на этом. Я благодарен каждому за подсмотр. Это такой недообзор у нас. Я не старался над ним, ребята, нифига не старался. Я не хотел что-то вам прям там жесткое про эту тачку рассказать. Типа, недообзор, как бы рубрика недообзор, и, естественно, обзоры будут такие вот недо. То есть, это будет, так скажем, фишка вот этого вот, вот этой рубрики. Извините также, что запинаюсь, потому что сейчас утро, 8 часов утра, и я еще, ну, не до конца проснулся. Вот, ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok